И в завершении выпуска необычный творческий подарок получат все жители региона в Международный день родного языка, который будет отмечаться 21 февраля. Мультфильм на ненецком языке по мотивам стихотворения Алексея Печкова уже готовится к местному показу. Мультипликаторами стали самые маленькие жители региона. Подробнее о совместном проекте этнокультурного центра мультипликационной студии «Кубик» и фотостудии «Добрый день» расскажет Любовь Пермякова. У маленьких представителей коренных народов сегодня ответственный день. Запись звука для будущего мультика. Стихотворение Алексея Печкова, которое специально для проекта перевели на ненецкий язык, ребята учили дома. Мы записали на диктофон и каждому ребенку раздали родителям, и родители дома это стихотворение учили. И, наверное, такой большой плюс, я вижу в этом, как заведующая отделом ненецкой культуры, что родители, совместная работа родителей и детей, они не просто принимают участие, они взаимодействуют. Родители многие говорили, что они, ну мы не знаем ненецкого языка, но я говорю, вы не переживайте, у нас есть аудиозапись, вы только слушаете, учите вместе с ребенком. И даже когда вечером дома родители посылали мне запись, видеозапись, как они учат. Запись поэзии – это только часть большой работы, ведь оживляют героев стихотворения сами чтецы. Работа сложная и кропотливая. Воплотить идеи в жизнь, чтобы произведение не только услышали, но и увидели, помогла мультипликационная студия «Кубик». В роли волшебника выступил ее руководитель Сергей Ладыкин. Мы сначала предложили, кто что хочет, ну, получилось так, что все ребята там хотят оленя, допустим, да, там оживлять. Вот, а потом мы уже сделали так, что вот давайте, кому что попадется, ну, такая форма жеребьевки, скажем. То есть они выбирали каждый своего героя и дальше подбирались стихи Печкова, ну, создание мультфильма, даже короткого. Это процесс, да, достаточно долгий, то есть нужно сначала, ну, нужна сначала идея, потом нужна раскадровка, потом нужно понимать хронометраж, это озвучка, это потом, собственно говоря, сам процесс мультипликации, оживление героев и монтаж. Среди тех, кому уже повезло оживить героев стихотворения, восьмилетняя Изабелла Тайбарей. Она создала свой мультик в технике перекладки. Трудиться над ним пришлось целых пять занятий. Посмотрите, какой лисенок прикольный получился. Тенья Коц и Левы, и Нудна Куна и Левы. А о чем это стихотворение? Это он гонялся за своим хвостом. А кто он? Лисенок. Мы немножко двигали лисенка, а потом фоткали. Ты что? Ты уже увидела свою работу, да? Красиво получилось? Да. Работы семи юных мультипликаторов можно будет увидеть 17 февраля в этнокультурном центре в рамках мероприятия «Ручей хрустальный языка родного». А 21 февраля мульт работы отправится уже в большое плавание в социальные сети. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Юлиана Ройс, Тарас Ваганов, Телеканал «Север».